Здравствуйте всем! Новый год еще ближе! Надеюсь, за это время вы успели сделать множество разнообразных прекрасных бычков. И вам понравилось это, потому что сегодня, как я и обещала, мы продолжим подготовку к Новому году и сделаем еще одну елочную игрушку. И будет у нас мудрая сова. Сегодня я буду использовать свою любимую пенопластовую заготовку в виде шарика. У меня шарик диаметром 8 сантиметров. У нас получится такой мудрый очень птиц. Сначала нужно эту заготовку привести в нужную форму. Для этого используем подложку и макетный нож. И все, как и прежде. Макетный нож нам нужен очень острый. То есть, если есть возможность поменять лезвие, значит поменяйте на новое. Если нет, значит приобретите новый макетный нож, чтобы не было задиров на пенопласте. И подготовка будет простая. Я сейчас срежу вот так донца. Отложу в сторону, чтобы моя игрушка стояла. И сейчас мне нужно будет организовать плоский живот. Мечту всех красавиц. Я буду резать вот так, под небольшим углом к низу. Вот такая вот заготовка у меня получилась. И это тоже будет своеобразной меркой. Для того, чтобы у меня получилась птица, я буду использовать мех. Просто потому, что он у меня есть. Это половинка воротника от бывшей дубленки. И мех такой поживший, прямо скажем, выглядит он не очень интересно. Сейчас мы ему дадим вторую жизнь. Сейчас мы его сделаем более красивым. Для этого животных у меня нет. Но расческа для кошек, собак есть. Вот этой вот чудесной расческой я причешу овчину. После такой обработки на глазах преображается этот кусочек. Смотрите. Пушистый и ровный. Очень простая операция. С натуральным мехом работают особым образом. Не ножницами. Ни в коем случае не ножницами. Здесь мне опять понадобится вот этот вот макетный нож с его острым лезвием. И резать мех я буду по мездре. Мне нужна совершенно произвольная полоска. Вот я прорезаю только мездру, а мех стараюсь не трогать, чтобы его не резать. Чтобы он оставался красивым. Вот полосочка у меня получилась. И вот эту вот заготовку мне нужно обклеить этими меховыми полосочками. Я буду действовать постепенно. То есть сначала буду приклеивать полосочку одну, отрезать следующую и подклеивать ее. Так удобнее всего. Животик я не буду заклеивать вот этим коричневым мехом. Я его оставлю и потом я его закрою вот этим вот искусственным мехом. Он более тонкий, но в данном случае мне важен контраст. Он светлый. Я использую для животика другой мех. Клей у меня все тот же самый, эль-титан, с которым можно работать с пенопластом. Я буду наносить клей на мездру. Вот полосочку отрезали, приклеили. Следующую полоску. Это нужно для того, чтобы точно у нас шарик с его непростой такой формой был заклеен. Почему не страшно работать с полосками? Почему совершенно замечательно? Вот смотрите, я сейчас стыкую их, располагаю как нужно по пенопласту и очень близко пододвигаю одну к другой. И у меня практически не видно места стыка, места, где соприкасаются эти полоски между собой. Мех все скрывает. И вот что в результате получилось. Смотрите, вот такой вот шарик. Такая будущая сова. Вот здесь, как я и говорила, для того, чтобы сравнять, для того, чтобы она у нас была упитанная, кругленькая, для того, чтобы животик не проваливался, я подложила синтепон. Вот такая вот заготовка для будущей игрушки. Что главное для совы? Клюв и глаза, естественно. Клюв мы сегодня с вами сделаем интересным образом. Я буду использовать фольгу. Отрываю какой-то условный кусочек, сминаю ее и леплю клюв, как из пластилина, уплотняя. Огромный, хочу такой хороший, такой клюв. Это у меня будет такая очень мудрая сова. Вот такая вот заготовка из фольги получилась. Слепили. Теперь мне нужно закрыть ее. Можно поступить множеством способов. Я хочу закрыть этот клюв фетром. Вот у меня есть кусочек черного фетра. И я сейчас просто вырежу по... Ну так, чтобы закрыть вот эту вот фольгу вот эту. И при помощи иголки и черной нитки обтяну. Вот какой у меня гордый нос получился. Вот какой замечательный клюв. Обшита заготовка из фольги. Вторая самая яркая часть внешности совы, самая замечательная, это ее глаза. И я решила использовать несколько вариантов. Попробовать. Ну а вдруг? Вот моя совушка. Сначала я подумала, что будет хорошей идеей сшить две пуговицы вместе. Одинаковых у меня совсем одинаковых не нашлось. У них рисунок один и тот же. Но одна черная, а вторая посверкивает таким серебристым светом. И сверху я наложила желтую пуговку и ее пришила просто черными нитками. Получился маленький черный зрачок. И вот такие вот интересные глаза. Красиво. Но это еще не все. Вдруг модница захочет что-то другое. И я встретила вот такие вот пуговки. Давайте попробуем примерить и посмотреть, что получится. Все-таки у нас елочная игрушка. Примерим. Сначала поставим на место гордый нос. Выбираем примерно посередине и проводим эту примерку. Так. И теперь глаза. Смешная сова получилась, да? Веселая. Ну, честно говоря, я пока не готова к такому. Пока еще не хочется мне. Я, наверное, буду использовать более традиционные вот эти вот глазки. И для того, чтобы надежно склеить клюв и глаза с нашей заготовкой, я буду использовать другой клей. Не эль-титанц, а клеевой пистолет. В данном случае это более оправдано. Вот силиконовый стержень уже разогрелся. И начинать творить лицо моей сове я буду с носа. С клюва. Нанесу немного клея. По центру. И в верхней части приклею глаза. Если вы будете так же сшивать пуговки, обратите внимание, чтобы стежки были направлены в одну сторону, под одним углом. Вот какая у меня сова получилась. Теперь нужно сделать подвес. Когда мы с вами делали шарик с портретом бычка, мы делали подвес на петельки. Почему-то с детства более волшебными, мне кажется, игрушки, которые садятся на веточку на прищепке. Поэтому сегодня я использую прищепку. Обычную бельевую, деревянную. Но мне показалось интересным усложнить задачу. И я обклеила эту прищепку мехом. Будет у меня сова сидеть на ветке. А вот тут я задумалась. Если сова будет сидеть на ветке, хочется мне сделать акцент на ее лапах. Ведь у нее такие красивые, с цепкими, огромными когтями лапы. Для того, чтобы сделать своей сове лапы, я пошла в лес. И нашла какие-то вот такие вот рогатенькие веточки. Вот из этого сырья, вот из этих заготовок, я и сделаю лапки для своей совы. Вот здесь получается слишком длинная веточка. Если я ее приклею, то у меня не будет места для прищепки. Поэтому я их обломаю покороче. И тоже использую силиконовый клей, клеевой пистолет. Одна лапа. И вторая. Вот как здорово получается. Осталось только приклеить нашу прищепку. Я ее расположу вот так. Вот такая очень смешная, веселая, стилизованная совушка у нас получилась. Мне показалось интересным использовать еще один материал из своего арсенала. У меня есть перышки. Конечно, они от другой птички, не от совы. Но крылышки очень хочется. Хотя бы пусть они будут, если даже и стилизованные. Это перепелка. Ну, перепелка нас простит. У нас Новый год. Нам нужна красота. Как видите, у перышек есть небольшой изгиб. И вот мне нужно расположить их так, чтобы они были, отклонялись назад. Вот таким образом, как крылья у настоящей птицы. И еще мне не очень нравятся вот эти торчащие ости. Я их слегка подрежу, совсем немножко. Чтобы пух был, а ость торчала поменьше. Тоже на одну каплю клея. Главное, когда будете приклеивать второе крыло, то сориентируйтесь так, чтобы они были на одном уровне. Ах, какие перья и глаза какие! И для того, чтобы крылышки держались надежно, я их закреплю еще в паре точек. Вот такая вот смешная сова у нас с вами получилась. Осталось только посадить ее на веточку, на ветку елки, и она будет дарить вам радость весь Новый год и олицетворять собой настоящую мудрость. Но это еще не все. Посмотрите в своих закромах. Хорошо, если у вас обнаружится заготовка для пасхального яйца, для декорирования. Вот такое вот яичко. Мы его также готовим к декорированию абсолютно. То есть в широкой части срезаем донцы для того, чтобы совушка стояла. И вот эту вот оставшуюся часть отрезаем, чтобы обозначить плоский животик. Вот такую заготовку. И рекомендую вам использовать тонкий искусственный мех. Если вот этим вот мехом обклеить вот эту заготовку, из-за того, что он мягкий, им можно декорировать сразу вот так. Сразу обнять пенопласт и сразу наклеить. И в этом случае я буду пользоваться своим любимым клеем. Продолжение следует... Совсем никакой выкройки у меня не было вообще. Просто кусочек произвольный отрезала странной формы. Треугольник, не треугольник. И просто закрыла вот эту пенопластовую заготовку. Этот искусственный мех можно сдвигать, можно организовывать складочки. От этого будет птичка приобретать только более естественный вид, более натуральный. Вот здесь вот у меня был уголок, верхушка треугольника. Я из него сформирую клювик. Для того, чтобы зафиксировать мех, возьму каплю клея. И вот таким образом намажу мех клеем. Вот эти складочки слегка утоплю. И вот посмотрите, что получилось. Глазки, маленькие черные пуговки, та же самая прищепочка, приклеенная внизу. Только перышки в виде крылышек я направила вперед, чтобы подчеркнуть трогательность этого птенца, чтобы было видно, как он немножко растерян, как он немножко не знает, чего ожидать от Нового года. Но все равно с надеждой смотрит в будущее. Всех с наступающим. Времени осталось совсем мало, а успеть нужно сделать так много. Поэтому я с вами прощаюсь. Встретимся в Новом году. Желаю счастья. До свидания. Благодарим сеть магазинов Леди Шарм за предоставленную ведущей одежду. Редактор субтитров А.Семкин